Вот сегодня в церкви, в Великую Субботу, когда после службы священник освящает приношение пасхальных яиц, куличей, пасах, можно было посмотреть выставку рукоделия наших прихожан, которые вложили немало труда, чтобы искусно покрасить в причудливые цвета пасхальные яйца, украсить совершенно необыкновенные куличи, собственные выпечки, приготовленные пасахи. Причем выдумки и фантазии у всех не найти одинаковые. Я подумал, вот бы так, как мы украшаем свои куличи, красим яйца, пасахи, так бы нам украшать добродетелями души наши. Замечено, что куличи и яйца с пасхами людей больше волнуют их освящение, чем сам Христос. Дела многим нет до того, что там поют и читают в этих храмах. Мы придем только осветим яблоки и фрукты на праздник преображения, которые обзываются яблочным спасом у нас. Верба осветим, верное воскресенье. Совсем и не знаю, что в ход Господень в Иерусалим этот праздник. Неотно-медовый спас, орехи на ореховой. Конечно же, куличи и яйца с пасхами – это самое ценное, святое. И каждый год Батюшка об одном и том же говорит на проповеди, что толка от вкушения этих куличей не будет людям, кто без веры правой жизни по Евангелию освящает их. Но все равно людей уже не исправишь. Вот что такое привычка. Вот в нашем храме Батюшка и сказал несколько слов. В наседание людям сегодня, которые пришли к концу службы, столько людей. Я ни разу их не видел за многие годы в храмах. А вот на освящение куличей, пасах и яиц они придут. Но думается, что это все впустую. Результат. Вот оно, наше христианство. Понимаете? А я говорил о том, что как бы нам, друзья мои, в конечном итоге, вот со всеми нашими изобилиями красивыми, да, не оказаться в аду. С куличами и яйцами нашими будем стоять в аду. А должны, по идее, быть в раю. Значит, смотрите, я там говорил, ну, наверное, не слышали, повторяюсь, что все-таки мы должны находить в себе силы и время для того, чтобы быть причастниками к Таинству и Сроку очищения. 52 Пасхи в году. 52 воскресных дня. Понимаете? Но можно найти время для того, чтобы проявить свою эту започиститься, позаботиться о своей души. Потому что праздник – это не это. Праздник – это то, что в сердце, в душе. Вот что такое праздник. Чтоб там было сердце живое.